Официальный купальный сезон длится с 15 мая до 15 сентября. На территории Дауглопилса находятся 11 водоемов, и, как показывают анализы, во всех качествах воды соответствуют нормам, поэтому купаться в них разрешается. В жаркие дни в местах для купания всегда многолюдно, особенно по выходным. Будне народу меньше, зато больше вероятности отдохнуть спокойно или напротив, с энергией и азартом. Заметим, что с каждым годом зон активного отдыха для детей и взрослых становится больше. Считанные дни остались до открытия на Ругельском котловане первого в городе парка развлечений – Вейк-парк. Он создан стараниями братьев Солденцев, их друзей и единомышленников. Несколько лет Айгарс жил и работал в российской столице, женился на москвичке, а теперь вместе с Дарьей вернулся на родину, чтобы заняться предпринимательством. Вернулись с Москвы, катались на досках, вернулись сюда и искали, где можно покататься и тут, но ничего не нашли, и поэтому возникла идея сделать парк, чтобы кататься самим и другим. Самоуправление «Долупилс» инициативу молодых людей поддержало. Принадлежащий городу земельный участок они получили в аренду сроком на 10 лет, что дает возможность вкладывать средства и развиваться. Однако уже сейчас Вейк-парк предлагает множество разнообразных аттракционов. О безопасности оборудования они позаботились, но многое будет зависеть от самих посетителей парка. Те, которые находятся на водоеме просто отдыхая, большая просьба учесть и не заплывать за огражденной территорией, на эту трассу. Самим тем, кто пользуется этой установкой, естественно, мы им предлагаем, даем спасательные жилеты, каски, так как бы там все в порядке. Ну, самое главное, действительно, быть с головой и не рисковать лишним и респектировать друг друга. Пока парк работает в тестовом режиме, официальное открытие состоится 9 июля. В этот день посещение бесплатное, чтобы люди могли освоиться и провести испытания. Различные аттракционы, установленные, появятся дополнительные на центральном городском пляже озеро Большие стропы. Предположительно, в конце июля на пляже Стропу-Вилнес будет оборудована детская игровая площадка под названием «Кораблик». В городе три официальных мест для купания, включая озеро Шуню, из них два, удостоены синего флага. Он подтверждает высокое качество воды и наличие всей необходимой инфраструктуры, куда входит и служба спасения на водах. Кроме того, синий флаг служит напоминанием отдыхающим о соблюдении правил поведения на пляже и во время водных процедур. Спасатели следят за порядком с воды и берега, совершают ежедневные осмотры и обходы, проводят профилактические беседы, выносят предупреждение нарушителям спокойствия. Однако приструнить любителей чрезмерных возлияний, а также нерадивых родителей, не всегда удается. 18 числа был случай, когда молодой парень, буквально 18 лет, в очень сильном алкогольном опьянении, доплыл до буев, не рассчитал свои силы и пошел под воду. То есть, увелся из сил, благо ребята подъехали, вытащили его на берег, оказали первую медицинскую помощь и еле-еле они успели его спасти, потому что его уже пришлось вытаскивать из-под воды. Но, слава богу, обошлось. Был случай в этом году, когда родители просто бросили своего ребенка, то есть отдыхали на пляже, не видели, и один из наших спасателей тоже нырнул буквально с мостика, ребеночка достал здесь, он уже тонул, кричал на помощь, но, к сожалению, родители этого даже не слышали. Напомним, что с 1 мая действуют новые обязывающие правила Городской Думы по обеспечению общественного порядка на административной территории Даугупелса. Правилами, в частности, запрещено мыться, стирать белье и купать животных в общественных водоемах, размещать и обслуживать транспортные средства на зеленых и зонах отдыха, запрещено выгуливать животных в местах для купания, жечь мангалы и разводить огонь вне отведенных для этого мест. Также законодательство Латвийской Республики запрещает курить в парках, сферах, а также в местах купания, кроме специально оборудованных мест для курения. Конечно же, запрещено употреблять алкогольные напитки в общных местах. Курение, распитие спиртных напитков на пляжах и местах отдыха, оставленные горы мусора в числе основных и самых распространенных нарушений, за которые предусмотрен штраф от нескольких десятков до сотен евро. Велопатруль полиции самоуправления, на которую возложен контроль за соблюдением действующих правил, уделяет зонам отдыха повышенное внимание. Стоит ли омрачать настроение себе и окружающим, ведь жить по правилам безопаснее и дешевле?